...эго. Я, мне, мое, понимаете, как бы, вот. Но, когда человек признает себя грешником и принимает Христа, то Бог дарует ему дар жизни вечной. Незаслуженный дар по любви, по благодати, по вере. Ибо благодатью, незаслуженно, по благодати вы спасены через веру. Сие не от вас, не от дел, Божий дар, чтобы никто не хвалился. И Бог протягивает этот дар. Апостол Иоанн говорит, свидетельство о сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его. Это жизнь от Бога вечная, божественная. Мы умрем, но эта жизнь никогда не умрет, если ты будешь иметь ее. Имеющий Сына Божия, говорит Иоанн, имеет эту жизнь, кто принял ее в своем сердце. Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. И как в этом ролике говорится, мы как комнаты разные. Есть комнаты такие запущенные, грязные, холодные. Есть комнаты радостные, хорошие, совершенно разные. Но в твоем сердце, как в этой комнате, может родиться Христос. Мы сегодня празднуем и говорим, Христос родился. Но сущность праздника в том, Рождество Христово, родился ли он в твоем сердце. Вот для чего он пришел в этот мир. Иисус говорит Никодиму, истинно, истинно говорю тебе, священнику, если ты не родишься свыше от Бога, не можешь даже увидеть Царство Божие, не то, что туда попасть. Ибо рожденное по плоти есть плоть от папы и мамы, а рожденное от Духа Божьего есть Дух, духовный человек, Божий человек. И он говорит Иисусу, каждому должно родиться свыше, каждому человеку на земле. И Евангелие в том добрая, благая весть. Вначале плохая весть, что человек, он грешный, он не может оправдаться. Каким бы он хорошим ни был, ни делами, ни чем, все равно он согрешает. И Бог не допустит его на небеса, он идет в ад. Единственное полное очищение от греха – это кровь, пролитая на кресте Иисусе, омывает человека от всякого греха. Понимаете, как бы? Это очень-очень-очень важно. Смотрите, комната, в которой закрыты ставни, дом, да, там холодно, там сыро, там мерзко находиться, ты заходишь туда, там плесень, там то же самое. Точно так же, сердце человека, оно закрыто для Бога. И в его душе вот такое, он даже не знает, что такое, когда Бог внутри. Это совершенно другие состояния. Я когда принял Иисуса и родился свыше, моя жизнь начала меняться, очень серьезно изменилась. И я, и Бог меня изменил, и все такое. Вы знаете, когда Марии надо было родить, в Ифлееме так получилось, не было места нигде, даже в гостинице. И никому не было дела до Христа. Понимаете? Сегодня, то же самое ситуация в сердцах людей. Он стучит сегодня в каждое сердце, хочет спасти человека, хочет помочь, спасти от дьявола, от зависимости, от ада. Понимаете? Менять жизнь в лучшую сторону здесь, на земле, и потом, чтобы человек оказался с Богом на небесах. Это его цель пришествия. Сам человек не может оправдаться. Иисус говорит, какой выкуп даст человек за душу свою? Нет такого выкупа. Единственный выкуп в нашей души, это цена, Иисус отдал свою жизнь за нашу жизнь. Вот цена, достойная нашей души. Наша душа очень ценная. И она может погибнуть навечно. В любой момент может случиться катастрофа, авария, и ты можешь уйти туда. В любой момент. Ни один человек не застрахован от этого. Понимаете, насколько это важно? И ему не было места тогда нигде. Понимаете? Сегодня ему нет места Иисусу Христу в сердцах людей. Праздник Рождества это выпить, закусить и сказать, Христос народился, славимый Его, поговорку. Никто даже и не задумывается, что обозначает этот праздник. Зачем он вообще нужен? И зачем пришел Христос? И кто он для человека вообще? Богу очень обидно. Понимаете? И Христос тоже умирал. Он умирал за каждого человека, за все грехи всего человечества убер. Но срабатывает это для того, кто уверовал. И принял это верой. И открыл свое сердце для Христа. Пустил себя Христом. И Бог войдет и даст новую жизнь. Да, жизнь вечную. Поэтому сегодня есть шанс, есть возможность, да, принять Христа, признав себя грешником. Есть молитва, которая открывает небеса и низводит эту жизнь Божью в наше сердце. И мы становимся... Особый статус получаем. Дети Божьи. Не творение. И даже не евреи, и народ Божий. Дети Божьи. Ты своего ребенка, когда он родился, как любишь, как защищаешь, да? Как ты заботишься. Вот так Бог начинает заботиться о тебе, как она врождена, младенца. Вот. Это очень-очень важный такой шаг. Поэтому, если ты сегодня... Не вымолить спасение нельзя. Не заплатить деньги. Не делами. Там директор Матур Сич построил храм из кинотеатра, да, даже в Массиве. Знаете, даже леки, вот, а мы к вечере на стене, по-моему, храма этого. Вот. И, как бы, он считает, что этим он заработал у Бога спасение. Какая глупость. У Бога нельзя заработать спасение. Вымолить нельзя. Ты хоть голову разбей. Понимаешь? Никак. Никак. Единственное, что он принимает, когда мы принимаем то, что сделал его Сын, когда мы верим в это и принимаем. Принимаем Сына Его, как своего личного Спасителя. И тогда Христос прощает грехи, Его кровь умывает нас от всякого греха, и Бог видит нас оправданными, праведными. И принимает свою семью детей Божьих. И в нас появляется Дух Святой, входит наш Дух, жизнь Божья. Новый родник сил, энергии, как в мире говорят. Новое приходит, понимаете? Вот люди не верят. Ну, попробуй. Поэтому я обращаюсь к тем, кто еще не спасен сегодня, кто еще не является Детем Божьим, не рожден свыше, не имеет этой жизни вечной, даже не понимает, о чем я говорю сейчас. Потому что духовные вещи, не будучи рожденно духовным, невозможно понять. Невозможно. Многие люди, институты, университеты закончили, читают Библию, ничего не понимают. Спрашивают, а что я не понимаю? А я говорю, это духовная книга. Ее надо понимать духовно. В тебе Дух не рожден. Он спит. Он мертв для Бога. Ты не рожден свыше. Ты не поймешь. Хоть восемь университетов закончили. Это просто логика. А духовные вещи, это совершенно другое. Это жизнь. Вы знаете, как живой человек и робот. Можете себе. Робот, он по программам будет все правильно делать. Или неправильно. Но по программе. Все. А живой человек, это жизнь. Живой человек может любить. Робот не может любить. Понимаете? Вот. Поэтому я сегодня обращаюсь к вам и хочу спросить. Если ты никогда еще серьезно не покаялся. Если ты никогда не отдал еще свое сердце Богу. Сегодня Господь призывает тебя. У него есть для тебя прощение. У него есть для тебя спасение. У него есть для тебя праведность и жизнь вечность. У него есть для тебя милость и любовь. Он хочет разрушить все проклятия, которые на тебе. Ты даже не знаешь. Почему там у тебя толп не получается? Почему это разрушается? Почему это ты не можешь достичь? Это работает проклятие. Он хочет разрушить это в твоей жизни. У Него все это есть для тебя, Он любит для тебя. Поэтому, если кто хочет сегодня, да, принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы можем помолиться вместе, да, я могу помолиться за вас, то поднимите вашу руку, и мы это сделаем сегодня. И ты, кто хочет быть рожден свыше, да, всего лишь одна молитва. Есть хоть один человек сегодня, да, написано, не стыдитесь, не стыдитесь перед людьми, кто постыдится меня исповедовать Господом и Спасителем перед людьми, я постыжусь того исповедовать перед Отцом Небесным и перед Ангелами Божьими. Поэтому еще раз, есть сегодня люди, которые хотят принять Иисуса и родиться свыше, получить дар жизни вечной? Есть, я вижу, один человек, слава Богу. Может еще кто-то? Выходите, спускайтесь сюда, я спущусь к вам, и мы помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok